МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы расскажем о том, как прошли испытания для наших троих участников. Ежемесячно, еженедельно мы проводили итоги. Каждую неделю выявлялся один участник. И в конце каждого месяца все трое по итогам трех недель встречаются в финальной игре. Сегодня у нас финал. Женя, я очень сильно переживаю за участников. Это некая битва. Я ожидаю съемок всегда финала. И хочу себе задать вопрос. Я жду это для чего? Для того, чтобы порадоваться, либо попереживать за тех и сопереживать за участников, которые будут находиться? Вот как думаешь? Мне кажется, и то, и другое. И то, и другое. И вот сегодня будем переживать, и будем волноваться, и будем радоваться. Кто же станет лучшим участником майских игр проекта «Энергия удачи»? Будьте с нами и оставайтесь на Красном. Проспект Сан-Кибай-Батыра, 72. Не проезжайте мимо. Энергия удачи на РИКО ТВ. У нас финал. Итак, финал, которому мы рады. И мы приветствуем наших финалистов. Аплодисменты. А финалисты смотрят на себя и думают, мы попали. Да, друзья? Сегодня вы действительно попали, попали в энергию. Еще раз давайте представимся, вспомним, какие вопросы вам попадались на супериграх, программах, когда вы снимались и так далее. Добрый вечер. Меня зовут Анисия. Анисия. Почему Анисия не Анисия? Потому что. Потому что так назвали, да? Анисия. Но если мы будем ошибаться, вы нас поправляете, хорошо? У вас какой был вопрос, Анисия? Ребус. А что за ребус был? Прыжок. Прыжок. Итак, мы вас поздравляем, что вы в финале. Вы готовы сегодня одержать победу? Да. Будете биться до последнего? Да. Ну, мы желаем вам удачи. Аплодисменты. Наша первая финалистка Анисия. Наш второй участник. Добрый вечер. Меня зовут Жаслан. Я из второй школы. Мой вопрос в суперигры был. Предметы, которые были увеличены в тысячи раз. Так, и что вам попалось? Мне попался пень. Пень. То есть вам нужно было угадать, что изображено было на картинке? Да. Вы сразу отгадали, либо были сомнения? Ну, были большие сомнения. А с чем сравнили? Была зубочистка сперва. Так. Потом спичка. И как-то подумал, что это пень. Ну, мы вас также поздравляем. Вы готовы сегодня одержать победу, либо девчонкам уступите? Ну, посмотрим. Аплодисменты. Наша третья участница. Здравствуйте. Меня зовут Бану. Я ученица шестого класса. И я помню, мне попался... Нужно было угадать, какой флаг это... Какой странный этот флаг. Эта программа была посвящена первому мае. И выходила. Вы первая победительница наших игр майских именно, да? Да. И это был... Китай. Китай. Да. Итак, наш первый раунд. Есть какие-то предположения, какой будет тема? Нет. Давайте не будем гадать, узнаем. Внимание. Математика. Тема математики. Сегодня в энергии удачи. Да, я и Женя сказали, что будет сложно. Ну что, ребят, готовы к бою? Да. Имейте в виду, что сегодня вы работаете, как и всегда, за себя, своим умом. Своими эмоциями. Своей фантазией. Ну, я думаю, фантазия нам не пригодится. Первый вопрос первого раунда. Финальной игры. Сколько ног у осьминога? Восемь. Первая ниссия была. Вставь в пословицу слова. Ум хорошо, а лучше. А, двое лучше. Два лучше, верно. Какое число входит в название сказки о Нуф-Нуф, Ниф-Ниф и Наф-Наф? Три поросенка. Три поросенка, верно. Какая получится цифра, если перевернуть шесть? Девять. Верно, Анисия. Когда руки бывают местоимением? Когда руки бывают местоимением? Золотые руки. Нет. Когда они, вы, мы, ты. Слова записываются буквами, а числа? Цифрами. Цифрами, верно. Веревку разрезали на четыре части. Сколько сделали разрезов? Три. Верно. Ставьте в пословицу слова. Семь раз отмерь. Один раз отмерь. Верно. Как поймать тигра в клетку? Оставить. Положить его в клетку. Положить тигра в клетку? Оставить в клетку. Так. Как поймать тигра в клетку? Поймать его. Нет тигра в клетку. Нет тигра в клетку. Тигры в клетку не бывают. Они полосатые. Действительно, бано. Итак, если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли через 72 часа ожидать солнца? Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли? Можно? Да. Нет, нельзя, так как будет ночь. Понятно? Итак, по морю плыло 9 акул. Они увидели косяк рыбы, нырнули в глубину. Сколько акул осталось в море? 9. Верно, 9. Есть два старых обруча. Один распилили на две одинаковые части и забрали одну. А второй распилили на четыре одинаковые части и взяли две. Что можно сделать из этих частей? Целый обруч. Новый обруч. Первый балабану. Аплодисменты. По дороге шли две мамы, две дочки и бабушка с внучкой. Сколько всего было человек? Три. Верно. Кайрат ищет друзей, которые от него спрятались. Вдруг он замечает 8 ног. Сколько детей вообще стояло за забором? Верно. Какое самое маленькое число при делении на 16 дает остаток 1? 16. 16. Нет. Нет. 17. Итак, числу 20 слева нужно приписать одну цифру. Так, чтобы новое число поделилось на 7. Какую цифру? 3, 2, 1. Правильный ответ. Цифру 4. И тогда 420 разделить на 7 получится 60. Не знали? Если красный карандаш три раза длиннее синего, то синий? Три раза меньше. Короче, красного. Верно. Ну что ж, друзья, мы аплодируем вам. Бану, как думаете, кто будет лидером по итогам первого раунда вообще? Есть какие-то предположения? Нет? Нет. По итогам первого раунда у нас Жаслан и Бану наравне. У них по 5 правильных ответов. По 5 правильных ответов. Чуть-чуть меньше у Анисии. Не переживайте. Вы видели ситуацию. Можно все догнать и исправить. У вас 3 правильных ответа. Итак, друзья, мы переходим ко второму раунду финальной игры. Внимание. В мире животных. У вас есть любимые животные, Бану? Да. А, Жаслан? Да. Кто? Собака. У вас? У меня кот. У вас? Кот. Кот? Как их зовут? Котов? Барон. Барон, ничего себе. Собаку. Гав-гав. Гав-гав? Пантера. Пантера. Итак, наш второй раунд в мире животных. Поговорим о животных. Это животное лучший садовник. Благодаря им вырастают миллионы деревьев. И только потому, что они забывают, куда спрятали свои запасы. Кто эти животные? Белок. Верно. Это животное за одну ночь может выкопать тоннель длиной до 300 метров. Кто это? Крот. Крот. Верно. У этого животного не только шкура полосата, но и тело тоже. Тигр. Верно. Это животное может обходиться без воды две недели. Берблюд. Верно. Животное, жизнь которых полностью зависит от человека. Как их называют? Шука. Ну, а по-другому это животные? Домашние животные. Домашние, верно. Самое крупное животное в мире? Синякит. Верно, синякит. Самое крупное животное на суше? Слон. Верно. Животное символ хитрости и ловкости? Лиса. Лиса, верно. Серый, страшный и злой? Волк. Верно. Маленький грызун, способный забить себе за щечки, мешки? Хомяк. Хомяк. Верно. Большая пятнистая кошка с кисточками на ушах? Рысь. Верно. Ну что ж, поздравляем. Наш второй раунд так быстро. С животными лучше, да, чем с математикой, друзья. Можете делиться своими эмоциями, мы здесь все друзья. Но тысячи людей сейчас смотрят на вас. Кстати, кто за вас переживает, кто болеет? Бану. Мама и тетя. Так. И папа. Родственники. Родственники. Родители. Родители переживают. По итогам второго раунда на первом месте у нас Бану. Бану опередила всех, несмотря на то, что сдавала позиции каким-то образом Жасулану. На втором Анисия. Анисия набрала, да. Так, слушай, мужская компания сегодня мы с тобой, да, наши операторы-режиссеры. Жасулан, ты пока на третьем месте по итогам второго раунда. Ну что ж, третий раунд. Внимание. Разрешается, запрещается эта тема правил дорожного движения, потому что сейчас многие и автолюбители, и пешеходы не соблюдают этих правил. Вы сталкиваетесь с такими проблемами, ребят? Нет. Часто. То есть не уступают дорогу, не пропускают, либо идут в наушниках к пешеходному переходу, а мы, автомобилисты, начинаем сигналить и нервничать. Здесь на скорость, ребята, проверим вашу скорость. Играть на мостовой? Нет. Запрещается. Переходить улицы при зеленом сигнале светофора? Разрешается. Разрешается. Бану. Перебегать улицу перед близко идущим транспортом? Запрещается. Запрещается. Идти толпой по тротуару? Запрещается. Разрешается. Идти толпой по тротуару? Разрешается. Переходить улицу по подземному переходу? Разрешается. Верно. Помогать старикам и старушкам переходить улицу? Разрешается. Первая была аннисия, да. Велосипедистам цепляться за проезжие машины Запрещается Обходить стоящего тротуара транспорта спереди Запрещается Идти по тротуару слева Запрещается Выбегать на проезжую часть дороги Запрещается Кататься на велосипеде, не держать за руль Запрещается Болтать и громко смеяться в транспорте Уважать правила дорожного движения Запрещается Расулан был первый Итак, друзья, третий раунд В финале мы не подводим Итоги Пусть это будет секретом Каждый из вас может проверить Этот проект в Ютьюбе И посмотреть, кто сколько ответил Кто был первым У нас за всю правду следит Евгения А я слежу за то, чтобы задавать вам вопросы И вы на них отвечали Расулан, как думаешь, кто будет в лидерах? Бану Бану? Она более активна Бану? Не знаю Ну, до финала еще один раунд Четвертый, который будет прямо сейчас Теперь у нас будет тема знатоки Самые умные ребята Это Анисия, Жаслан и Наша Бану Все эти трое ребят прошли финал И сегодня они на шаг в финал Итак, четвертый раунд Знатоки Является ли съедобным гриб подосиновик? Да Да, он является Что мы увидим на часах? Время Время В каком сезоне птицы улетают на юга? Осень Осень Каким месяцем начинается весна? Марта Марта В каком месяце 28 дней? Во всех Во всех Жаслан и Бану засчитываем Самый короткий месяц это? Февраль Верно Традиционный цвет неба? Голубой Верно Как называют птиц, которые можно встретить в любом парке? Голубей Верно Если у человека рот, то у птиц? Клюв Первая была Анисия Какую планету мы видим ночью? Луна Верно, Анисия Как называются грибы, которые называют как животных? Лисички Верно Как называется самый маленький палец? Бизец Верно Что летом зеленое, а осенью желтое? Крова Верно Первый день времени Нового года это? Нет Первый день времени Нового года это? Первый день Первый января Анисия, да Как называется самое долгоживущее дерево? Дуб Верно Ну что ж, друзья Четвертый раунд завершен Я не буду сейчас спрашивать, как делаю обычно Кто лидер, кто не лидер, чтобы никто не огорчал Вы все лидеры И давайте вы поаплодируйте сейчас друг другу Просто Я думаю, что все вы просто умницы Дошли до финала Пришли сегодня Кто будет в финале Кто будет лучшим участником игр мая месяца Через несколько секунд В проекте Энергия Удачи Итак, наши дорогие зрители Кто нас смотрит по интернету Кто болеет и кто является нашим фанатом Фанатом игры Энергия Удачи Сегодня трое финалистов Анисия, Жаслан и Бану На третьем месте Майских игр Пока Потому что ситуация может поменяться У нас У нас На третьем месте У нас Анисия Она получает 6500 тенге Мы вас поздравляем, Анисия Вы умничка На втором месте Внимание Внимание Интрига Жаслан, Бану Как вы думаете Кто Жаслан, как вы думаете Страшно Страшно Эмоции Эмоции крупным планом Да Бану Как думаете вы Кто на втором месте Не знаю Но имейте в виду Все еще может поменяться Кто-то Если даже на первом Неправильно ответив на вопрос Может Передать Эстафетную палочку Ко второму месту А второе может и к третьему А третье может быть и к ведущим На втором месте Майских игр Проекта Энергия Удачи 2022 года У нас Жаслан Мы вас поздравляем Вы получаете на сегодня 7000 тенге Вы довольны? Да Это круто Ну и на первом месте Бану Вы у нас Вы можете стать Сейчас лучшей Участницей Майских игр Проекта Энергия Удачи Знакомы вам эти конверты? Да Вы знаете сколько Они принесли счастья А может быть кому-то Разочарование Кто не выигрывал В нашем телепроекте Здесь вопрос Есть вопрос И есть задание Я не знаю в каком Потому что До того как вы зашли в студию В эти конверты Задание помещала Евгения Она знает точно А я не знаю Я перемешиваю эти конверты Но давайте сделаем так Чтобы и Анисия И Джаслан Перемешали сами А вы вытянули любой Договорились? Вот три конверта Ничего не видно Ничего не слышно Поехали Перемешайте Передайте Анисия Анисия пусть перемешает И передаст Бану Итак Вот такой Механизм у нас сложный Но Шоу должно быть Шоу Вы переживаете Бану? Нет Нет? А если проиграете? Понимаете Вы сейчас проиграете Сумму Будет обидно И не станете Лучшей участницей А он может стать Лучшим участником Либо она может стать Лучшей участницей Ну что вы разглядываете Там ничего не видно Какой конверт? Вскрывайте Какое задание у нас Финальной игры Итак Внимание О, это задание! Здесь что-то изображено. Поверните, я вам даю несколько секунд это сделать. И вам нужно угадать, что это изображено. Что на этой картинке изображено? Можете понять? Похоже на окна. А окна где у нас? Уважаемые друзья, вот задание финальной игры. Если Бану сейчас правильно ответит, что это, то получит звание лучшей участницы майских игр проекта «Энергия и удача». Если она сделает ошибку, то, соответственно, переход хода у нас к Джасулану, который на втором месте. У него серебряная медаль. Ну и на третьем бронзу у нас у Аниси. Что это? Итак, что здесь изображено? Страсти накаляются. Я же говорил, что наши участники – это настоящие обычные школьники, которые приходят в студию зарабатывать собственным умом. Денежные призы и не только. Итак, вопросом финальной игры было изображение. Задание. Вот оно. Это изображение. Что вы видите, уважаемые зрители, здесь? Окна. Вы считаете, что здесь окна изображены? А окна где у вас? В квартирах, в домах. И значит здесь? Дом. И вы думаете, что это дом? Дом. Дом с чем? Зелеными окнами. Нет, дом сам. Тут, если говорить, думать, так я считаю, что здесь окна белые, а дом сам зеленый. Значит, дом – это ваш ответ? Да. Зеленый дом. Зеленый дом. Ребята, как вы считаете, что здесь изображено? Стена с окнами. Стена с окнами еще? Не знаю. Жаслан. Похож на бамбук какой-то цвет. Или дом. Бамбук. Ну, тоже такой зеленый. Да, я бы тоже перестал бы думать, если бы не вел программу для детей и подростков. Шоу «Энергия удачи». Что здесь изображено, я даже бы не смог сказать. Ваш ответ. Еще раз. Это? Зеленый дом. С чем? С окнами. Уверен. Жаслан, ей попалась такая же задача, как вам с бревном, или что у вас там было? Если сейчас прозвучат звуковые данные, мы за вас порадуемся, а может быть и огорчимся. Три, два, один. Мы вас поздравляем! Это действительно дом. Зеленый дом с окнами. Бану, можно вас пригласить сюда, на нашу площадку? Вы счастливы? Да. Вы довольны? Да. Да? Честно? Да. Ну вот мы хотели бы от торгового дома «Энергия» и от нас лично поздравить вас, во-первых, с выигрышем. Десяти тысяч тенге еще раз повторно. За месяц вы заработали, ну, как часть чьей-то зарплаты, понимаете? Да. А еще вы теперь являетесь лучшим участником майских выпусков проекта «Энергия и удача». И этот диплом мы от всей души торжественно под аплодисменты наших всех участников, кто в студии. Где вы? Анисия, просыпаемся, Евгений, вручаем вам этот диплом. Будьте такой же умной, счастливой и благополучия вам и вашим семьям, чтобы хорошо закончили учебный год, хотя осталось всего лишь три дня. Мы благодарим, что в мае вы смотрели наши игры, переживали за наших участников. Теперь мы встретимся с вами уже летом, дорогие наши зрители. Спасибо за доверие, спасибо, что вы любите нас, а мы любим вас. Всех выпускников с последним звонком, светлой вам дороги, а всем, кто продолжает учиться, удачно сдать все экзамены и спокойно пойти отдыхать этим летом. Еще раз поздравляем и вас, дорогие друзья, мы поздравляем с тем, что заканчивается весна 2022, уже совсем скоро лето. Наш эфир на сегодня завершен, увидимся, как уже было сказано, летом 2022 года. Спасибо, Евгений, спасибо всему торговому дому «Энергия». До встречи в летних играх с новыми участниками, с новыми вопросами, раундами и, конечно, эмоциями проекта «Энергия». Удачи, пока-пока!